Километры ради письма. Сегодня узнаем, как работают почтальоны в отдаленных уголках Владимирской области. Эта профессия вроде бы незаметная, но все еще очень нужная. Особенно для сельских жителей, которые не привыкли пользоваться услугами курьеров и всемирной сети интернет. Галина Егошина – почтальон с большой буквы. Пришла работать на почту еще в 90-е и до сих пор с удовольствием помогает своим односельчанам в деревне Лаврово Судогодского района. Каждый день почтальон проходит пешком порядка 15 километров. Ну и работала у меня мама почтальоном. Я посмотрела, как она работает. Мне вроде понравилось. Я решила попробовать. А попробовала, мне понравилось. Так и задержалась. Ежедневно в мире пересылается около 200 миллиардов электронных писем. Но несмотря на увеличившееся количество услуг, проходящих в сети интернет, трудно представить нашу жизнь без почтальона с сумкой. Кстати, интернет интернета. А мне вот, например, журналы больше нравятся. Что-то, какие-то полезные советы даже оставляешь, чтобы дальше их использовать. Рецепты даже какие-то применяешь. В каждом доме Галину Васильевну встречают с улыбкой. Ведь женщина не только разносит по домам квитанции за услуги ЖКХ, но и помогает пенсионерам оплатить их. Она знает уже, кто что любит, кто что читает, кому какую газету принести. Вот сейчас пенсию получим, за квартиру ей заплатят. Сразу, да. Квитанции сразу, да. Все ей отдадим. Нам уже мотаться никуда не надо, ехать никуда не надо. Она все проплатит, нам принесет только квитанции. Все сделано. Ну, как вот... Квитанции не берет. Квитанции не берет. Вооружившись калькулятором, вместе с жильцами Галина Васильевна записывает показания счетчиков и прямо на дому производит расчет. Пенсионеры не нарадуются, ведь самим ехать в банк уже не надо. Никакой секрет. Просто я здесь живу. Они меня все знают, они меня любят. Я их люблю. Поэтому никогда не откажешь никому ни в чем. Чего не попросят, сделаешь. Свой профессиональный праздник почтальон отметит 11 июля. Сейчас в отдаленных населенных пунктах, где почта является единственным учреждением, проживает более 11 миллионов россиян. Профессия почтальона, это, конечно, трудная профессия. И хочется пожелать им здоровья, терпения, потому что они общаются с жителями, иногда и довольно со сложными людьми, но, тем не менее, они находят общий язык. Так что им здоровья, успехов в работе.